Тарков глазами спецназовца, Тарков глазами врача, Тарков глазами супер пони со степенью магистра. Как же много подобных видео мы наблюдали, где умные дядьки сидят и на серьезном лице разбирают игру с точки зрения реализма. Но почему Тарков не рассматривается с точки зрения самого игрока? Особенно того, что провел в игре уже почти 8 тысяч часов. Книгу судят по обложке, а Тарков по голова-глаза. 7 раз отмерь, 1 раз купщику все продам и заживем. Вот и еще один пруф о том, что я уже совсем ебался. Мы не раз наблюдали, как всякие ультрамозги, потратив личную жизнь на апоне второго стража в дотке за 10 тысяч часов, после в шуточной манере оставляли в стиме отзыв, мол, игра не зашла. Но вот Таркова в стиме нет, и возникает вопрос, а если бы был, какой отзыв оставил бы я? Не пожалел ли о проведенном времени? Совпадает ли старт развития проекта с текущей точкой по жанру? Оправдывает ли симулятор боя в экстремальных условиях ожидания быть побитым и опущенным? Но реалистично. И стоит ли своих бабок эта игра? Попробуем разобраться. Как произошло мое знакомство с EFT. Будучи бедным, молодым и еще со здоровой ЦНС, во времена, когда у меня не было даже ПК, довелось увидеть невероятное видео. Гиперреализм, где нет худа, перекрестия и все в каком-то зеленом, жизнеподобном месиве. А игрок засекает цель, бегущую сквозь кусты, среди таких же одинаковых других кустов. Мои глаза открылись на 200% от увиденного, складывалось впечатление, что это какой-то другой мир. Я видел до этого только GTA 5, CS 1.6, а тут это. Моя цель на ближайшие полгода была ясна. Выйти из-за черты бедности, добыть любым способом, но бесплатно комплектующие и собрать ПК. А потом поиграть в Тарков. В целом, план сработал. Комп я купил, а вот игру нет. Ибо узнал, что она сука платная, а это как-то не складывалось, с моими взглядами, на зеленый интернет. Полгода я провел в КС, ну уже с припиской Go, в Тоте, в Таночках. Но потом, сколотив состояние со своей громадной стипендии, за которую можно было позволить купить аж два чехла на телефон за раз, я все же решился. И тут пошло-поехало. Первый лейд. Сердечный приступ развивался постепенно, начиная с момента захода в скрон, где нужна степень под трясоведенью, продолжая процессом загрузки в матч, за время которой я успевал распять с риса в Танчиках. И вот долгожданная высадка. Ноги трясутся. Ого, что же сейчас будет? Мое желанное выживалово. А почему нихера не видно? Все правильно. Я зашел ночью. Но никто мне не сказал, что там будет настолько темно. На моих мечтах стать счастливым пошла маленькая трещина. Я не отчаялся. Подождал чутка и... Оу! Что-то видно. Идя неясно, куда в темпе неотличимом от улитки, вдруг резко услышал бег. О нет, сейчас будет бой, я совсем не готов, что делать, что делать. В руках у меня был ПМ. По моим прикидам, не самая мощная пушка, но в целом на что-то способное. Заняв позицию Орла, на корточках, посреди открытого пространства, я засек цель. Бам! 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 Высадил весь магазин. И победил. Как же я был счастлив. Сердце колотилось, руки потели в голове, отдавали овации от моего героизма и успеха. Это был дикий. Но мне было плевать. Я даже не знал, что такое дикий. Тот рейд я окончил голодной смертью у помойки в попытках поиска воды, параллельно просматривая кривые гайды, как вообще выбраться из этой чертовой локации и вынести драгоценный АК без приклада и здоровенную сумку дикого на 20 клеточек. Конец света чуть не случился, когда у одного маленького тарковчанина заклинил ППШ. Движущая сила, получившаяся в момент соприкосновения дубинки Калантая с лицом обездоленного, разогнала атомы до сверхъядерной скорости. И этот процесс уже было не остановить, вплоть до момента, пока не появился он. Бу-сти-мен! Он подавил своим эго взрывную волну и решительно сказал. Перейдя по ссылке в описании, ты найдешь разборы всех локаций, сборки на любое оружие и гайды на каждую тему. Он наш герой! Второй рейд. Я решил зайти на завод, ибо название отдавало чем-то знакомым. Меня отпиздили настолько быстро, что я еще секунд пять просто сидел в осознании этого мира. Погуглив еще видосы, первый совет мне как новичку звучал примерно так. Если ты купил эту игру, ни в коем случае не заходи на завод, ибо тебя там нещадно отпиздят. И я осознал, что подтвердил это изречение еще до просмотра ролика. Найс! Все последующие примерно 3000 часов я занимался хрен пойми чем, ибо объяснений как играть особо и не было. Первый вайп квесты торговцев в целом не выполнял. Второй вайп подзнал Дзен и занимался диким фармом тамошки, и считал за успех держать в схроне хотя бы два мульта. А потом на протяжении примерно 2000 часов играл только развязку и бачо. Видюхи тогда были по ляму, битки тоже, а еще ледухи каждый второй рейд в ультре. Тогда ключи были бесконечные, и я просто бегал на убой в ту комнату за ними, лишь бы в трусики упрятать и покайфовать. И вот где-то к 4000 часов осознал вселенную, поняв, что оказывается можно как-то сбалансированно играть. Как именно поступать, чтобы страдать меньше, и при этом не чувствовать себя лохом, побирающимся по помойкам. Примерно тогда и решил создать канал на ютубе и записывать гайды, дабы нести истину о том, как новичку справиться со всеми трудностями, не замарав совесть, схрон и имя перед пацанами. Мораль рассказанного в том, что ранее, просто зайдя в Тарков, как можно поступать с почти любым проектом без проблем, Не гугля дополнительно и не принимая чужие игровые привычки, интуитивно не было абсолютно нихрена понятно, чё делать, чем заниматься, в чём смысл вообще, ты просто брошенный беззащитный ушастик в тону юсеков, где из каждого куста по два ствола торчит, а правил, как с ними обращаться, нет. И что же изменилось за всё это время? Концептуально происходил в основном только бесконечный ребаланс темпа игры. Раньше можно было прыгать выше, бегать быстрее, выглядывать из-за угла мгновенно. Стала ли игра сложнее? Ну, в чём-то да. Например, те же гранаты теперь нужно думать, как добросать, ибо если так не делать, то в мягкое место упрутся длинным стволом. Но с другой стороны, из-за того, что таких рамок не было, людям проще было перемещаться и пушить, а значит они легче могли тебя убить. Так что смена сложности проекта очень дискуссионный вопрос. В плане понимания игры сейчас попроще, ибо множество людей уже протоптали этот путь от ужаса и отчаяния до СБО Гигачада. Масса объясняющих видео, в частности от меня самого. На одном ютубе уже больше тысячи видосов, и на бусте не одна сотня постов и разъяснений. Так что в этом плане намного проще стайла. Не нужно идти 4000 часов к базовому осознанию, кем ты являешься в пищевой цепочке торковчан. СБО Присовская или Скуфидрон. СТОИТ ЛИ ИГРА СВОИХ ДЕНЕГ Для меня? Конечно, я в ней 8000 отыграл. А другому я покупать что-то дороже минимального пака не советую, ибо еще заскамешься, я буду виноват. Эмоции я получил от Таркова массу, и при этом не только негативные, иногда даже побеждать получалось. Ни слова про баги читеров, кстати. Ну вот, только что были слова. Видео заканчивается, напиши что-то хорошее в комментах. Всем пока, удачи!